Буквально пару минут назад пришли печальные новости. На шестьдесят третьем году жизни умер заслуженный артист России Роман Мадянов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Екатерина Стриженова. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо? И какой же ты восхитительный артист? Я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел. Любовь к тебе всенародная? Как же тяжело принять эту новость? Говорится в сообщении. По имеющейся информации, состояние актера ухудшилось за последнюю неделю. Он перестал есть и постоянно терял сознание. В марте Мадянов после появления сообщений о выявленном. У него Раки дал понять, что с его здоровьем все в порядке. Ранее в ряде изданий появилась информация, что актер обратился к врачам в связи со слабостью. Обследование показало, что у него есть злокачественное новообразование в бронках и легком, а также проблемы с почками, селезенкой и печенью. Известно, что у Мадянова был рак легкого, с которым актер боролся на протяжении долгого времени. Весной этого года стало известно, что болезнь прогрессирует, у Мадянова диагностировали злокачественное образование верхних долей бронхов и легкого, а также кисты, которые образовались в почках, селезенке и печенью. В конце августа артисты госпитализировали из-за коксартроза тазобедренного сустава. И все спектакли с участием Мадянова пришлось отменить. Ему сделали операцию по участичному протезированию сустава, за который должен был последовать курс реабилитации. Последние месяцы актер проходил курс противоопухливой терапии с онкологией в легком. Мадянов до недавнего времени продолжал выходить на театральную сцену и сниматься в кино. В середине сентября вышел второй сезон сериала «Исправление и наказание» с его участием. И Анна Михалкова, главная руля, а под Новый год российские зрители должны были увидеть Мадянову. В комедии и пародии «Не бриллиантовая рука на ТНТ». За свою карьеру Роман Мадянов успел снятся в десятках фильмов и телепроектов, среди которых «Дальнобойщики», «Солдат», «Буйная сила», «Участок», «Есенин», «Каникулы строгого режима», «Мосгаз», «Левиафан», «Домашний арест», «Склифосовский» и многих других «Светлая память».